Девушки, всем огромный привет! И всех вас я очень рада видеть на своем канале. Видео на сегодняшнюю тему, кремоварение, довольно часто запрашивается у меня на канале. И многим из вас интересно, как это так, сварить крем дома. Несмотря на то, что об этом я упоминала-то всего лишь один раз в одном из своих видео, но многим из вас эта тема оказалась довольно любопытной. Я очень долго откладывала съемку этого видео по одной простой причине. Я, скажем так, боюсь брать на себя некую ответственность, потому что кремоварение это очень обширная тема. И я со своим не таким уж и большим опытом, не такими уж и большими знаниями просто боюсь навредить кому-то из вас. Так что ни в коем случае, пожалуйста, не воспринимайте это видео как толчок к действиям. Скорее я делюсь своим опытом в азах кремоварения и просто рассказываю немножко о своих первых шагах. Почему я вообще начала варить крем? Думаю, что здесь очень простая причина, знакомая подавляющему большинству кремоваров. У меня возникли проблемы с кожей и на каком-то психологическом уровне я просто боялась на себя наносить какие-то промышленные средства. Я боялась, какую реакцию они у меня вызовут. Я боялась разнести дальше свои проблемы. Причем проблемы у меня были по всему телу. У меня очень сухая кожа и я не могу вообще обходиться без увлажнения после принятия каких-то водных процедур. У меня тут же все стягивает и это просто мучение. И тогда я поняла, что, наверное, мне будет психологически комфортнее начать варить крем самой. И меня это не разочаровало. Во-первых, потому что я сама очень люблю заниматься таким вот хендмейдом во всех его проявлениях. Ну и я думаю, потому что это захватило. Потому что если кремоварение вас захватит, то это всерьез и надолго в омут с головой. К слову, сейчас я на постоянной основе варю себе кремы только для лица. Для тела я варю кремы только, когда у меня начинается какое-то обострение моих болячек, что обычно случается по осени. И эта осень не исключение, к сожалению. Особо глазастые из вас могли увидеть в одном из последних видео. У меня на щеке выскочила бяка, которая вообще никак не замазывалась. В общем, кремоварение и самоизготовление кремов – это не панацея ни в коем случае от каких-то заболеваний. Это, скажем так, гарантия прозрачности составов. Я бы назвала это так. К плюсам кремоварения я бы отнесла в первую очередь вышеупомянутую уже прозрачные составы. То есть вы знаете, что вы положили, сколько вы положили и зачем вы это положили в крем. Также к плюсам я бы отнесла все-таки некую самореализацию в качестве хобби. Это довольно интересное на самом деле занятие. И если вы любите похендмейдить на досуге, позаморачиваться, то вам это точно понравится. Ну и еще, конечно же, к плюсам я бы отнесла результат. Если вы все сделали верно, если вы верно подобрали компоненты в нужной дозировке, то крем вас абсолютно точно порадует. Это я вам гарантирую. К минусам я бы отнесла замороченность и некоторую геморройность. Извините меня за такой сленг и даже, наверное, жаргон. Но по-другому не скажешь, потому что нельзя делать бездумно. Кремоварение это не варить мыло из основы. Здесь нужно знать дозировку каждого компонента. Здесь нужно знать, зачем вы это кладете. Как этот компонент реагирует и работает именно с вами, с вашей кожей. Потому что все те ингредиенты, которые, казалось бы, работают на человеке с таким же типом кожи, могут вызвать противоположную реакцию у вас. То есть, если промышленные средства работают по принципу не навредить, то средства, сделанные своими руками, работают по принципу сделать лучше. Здесь вы сами варьируете процентное соотношение тех или иных компонентов и сами несете за это ответственность. Вообще, что такое крем? Если очень-очень-очень просто, то крем это масло плюс вода плюс эмульгатор. Что такое эмульгатор и вообще зачем он нужен? Как вы знаете из курса школьной физики и химии, масло и вода не способны смешаться и образовать какую-то стабильную смесь. При любом стечении обстоятельств они будут стремиться расслоиться. И это нормально, это их свойство. Так вот, чтобы связать масло и воду, нам нужен эмульгатор. Что нужно, чтобы сварить свой первый крем? Здесь, на самом деле, довольно большой список ингредиентов, которые не так-то просто найти в близлежащей аптеке. Нет, такого нет, к сожалению. В первую очередь, я посоветую вам определиться, какой крем вы хотите сварить. Ни в коем случае никогда не повторяйте мою ошибку. Я такая умная Глаша, начиталась статей, каких-то отрывков из книг, посмотрела какие-то там видео, почитала форумы и думаю, сейчас, ну-ка я сяду, сама напишу рецепт, и у меня просто вот такой вот крем получится. Ни в коем случае никогда так не делайте. Возьмите какой-то проверенный рецепт, который выложила какая-нибудь добрая душа на форум или поделилась в интернете, который потом проверили и написали в отзывах, что да, это действительно хороший рецепт, хороший крем получается. Причем, ни в коем случае не беритесь за крем для лица. Возьмите крем для рук, крем для ног за основу и варить его. Начинайте с этого. Не нужно замахиваться на супер-мега увлажняющий крем для лица с огромным количеством компонентов. Первый крем должен быть простым, с минимальным количеством доступных для вас ингредиентов и таким, чтобы вы поняли просто принцип, как можно и нужно варить крем. Ингредиенты лично я покупаю в интернет-магазинах. Самый лучший, на мой взгляд, это французский аромазон. Но если у вас там какие-то проблемы с заказом за рубежом, с ожиданием, вы не доверяете нашей почте, то есть огромное количество магазинов, которые работают в России, работают по России. Можно найти магазин, который работает с вашим городом. Очень много сейчас магазинов, которые занимаются ингредиентами для кремоварения, для мыловаров. Сейчас это довольно популярно и довольно интересно. Все-таки это получается довольно, наверное, прибыльный бизнес, слушайте. Кроме этого, вам обязательно понадобятся точные весы с точностью до двух знаков после запятой. Это вот очень нужный и очень важный инструмент для создания кремов. Во многом благодаря этому инструменту успех вашего крема будет варьироваться от очень хорошего до просто восхитительного. Потому что без точных весов сделать хороший крем очень проблематично. Нужно обладать просто каким-то невероятным зрением, глазомером, вычислительными способностями. В общем, лучше не рисковать и купить сразу хорошие весы. Я, кстати, свои покупала на ebay и пришли они мне где-то месяца через полтора. В общем, ими я сейчас очень довольна. Но также, кстати, на аромазоне тоже продаются довольно неплохие весы. Еще вам понадобится тара, в которой вы будете варить крем. Обычно это две какие-то емкости, которые выдерживают нагрев и которые будут у вас предназначены исключительно для кремоварения. Пить в них чай, кофе, компоты я бы никому не советовала. Конечно же, вам понадобятся пипетки и стеклянная палочка, чтобы перемешать все это дело. Но в идеале еще термометр и полосочки для определения уровня PH. Ну, это такой идеальный, идеальный набор. Еще хочу пару слов сказать о стерилизации. Это очень важно, потому что чем лучше и тщательнее вы простерилизуете ваши инструменты, тем лучше и дольше ваш крем будет себя вести дальше. В любом случае, в домашних условиях мы, к сожалению, не можем добиться полной стерильности, но стремиться к этому мы должны и просто обязаны. Поэтому обязательно протирайте все поверхности, на которых вы будете работать, все предметы, с которыми вы будете работать. В идеале их лучше простерилизовать. Есть такая функция в пароварках. Кто-то держит в кипятке, но держать в кипятке можно только те поверхности, те инструменты, которые это потерпят. Скажем так, все остальные поверхности, которые мы не можем держать в кипятке, я бы посоветовала протирать спиртом. Но достать спирт сейчас очень проблематично, у меня, к счастью, он остался. Кто-то советует протирать перекисью водорода, у кого-то какие-то другие свои рецепты, но лично я протираю спиртом. Обязательно нужно дождаться, пока все поверхности после обработки просохнут. Это тоже обязательное условие. Еще одна из тех вещей, которые обязательно понадобятся вам, это консерванты. Это не какие-то там ужасные бяки-закаляки, но это та вещь, к сожалению, без которой мы обойтись с вами не можем. Крем, который сварен без консервантов, он может храниться только в течение трех дней в холодильнике. Ну, кто-то говорит про неделю, но я определяю этот срок как 2-3 дня. В любом случае, бактерии там начнут размножаться, и это нормальный процесс, с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Но, если вы добавляете консерванты, опять же, в зависимости от того, какие консерванты, в каком сочетании, то крем может прослужить вам от месяца до полугода. Я добавляю консервант, который позволяет прожить моему крему около месяца. Если крем, который вы сварили своими руками, вдруг начал вызывать у вас какие-то раздражения, появление прыщиков или еще какие-то подобные реакции, это не значит, что ваша кожа привыкает к этому крему. Это значит, что этот крем вам по каким-то причинам не подходит. Может быть, вы нарушили условия хранения, может быть, не очень хорошо простерилизовали все предметы, может, ингредиенты, которые вы подобрали, вам тоже не подходят. В любом случае, этот крем вам не подходит, забудьте про него. Второе. Если крем начал расслаиваться или на поверхности крема стала выделяться водичка, то крем мы тоже выбрасываем. Это ничего хорошего нам не предвещает. Рассказала я вам довольно много старшилок, таким страшным, запугивающим учительским тоном, но хочу вам сказать, что кремоварение это очень интересное занятие, действительно очень интересное. Если вы любите учиться, узнавать что-то новое, то вам это точно понравится. Если вам это интересно, то пробуйте. На самом деле в этом нет ничего сложного, в самой технологии производства. Если вам понравилось это видео, если вам интересна эта тема, пожалуйста, напишите мне. Я хочу снять еще видео о том, как я составляю рецепт, о том, как составить рецепт, и видео о том, как же варить крем, то есть уже сам непосредственно процесс. Если вам интересна эта тема, то еще раз, пожалуйста, напишите мне об этом. Огромное спасибо за просмотр, огромное отдельное спасибо за то, что остались со мной до конца. Я надеюсь, что я хоть немножко удовлетворила ваше любопытство. Если остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Кстати, внизу в инфобоксе я еще оставлю несколько ссылок на девочек, которые довольно интересно и намного подробнее рассказывают об этом, о том, как начать. Я надеюсь, что я вас не напугала. Спасибо вам огромное и всем пока-пока!